Буду сидеть до потери пульса. В 2018 году будет участвовать в выборах, хотя их выборами уже назвать нельзя, как понимаете, такая клоунада. Очевидно совершенно, что будет сидеть, причем есть аргументы абсолютно внятные. Главный аргумент это личная свобода, за что он беспокоится, за свою личную свободу, беспокоится за состояние своих друзей, свое собственное состояние, боится сесть в тюрьму, боится ответить за Беслан, боится ответить за Нордос, боится ответить за Курск, боится ответить за войну с Украиной. И за всякие криминальные аферы, типа изъятие активов из Газпрома, передача права экспорта нефти Тимченко, сказочное обогащение друзей из Кооператива Озера, все стали миллиардерами вдруг, когда он стал президентом. Поэтому будет цепляться за власть до бесконечности, это совершенно для меня очевидно. Ну здоровье можно, конечно, подкачать, там какие-то, все-таки уже человек не совсем молодой. Дурацкие вопросы, проходит дебюрократизацию, борьбу с коррупцией. Вот есть борец с коррупцией, Лик Ван Ю, вам известный, диктатор из Сингапура. Значит, у него очень простой тезис, борьбу с коррупцией, значит, не с себя и своих близких. Привет, друзья! Привет, Петербург! Поднимите руки те, кто пойдет на выборы и выиграет. Спасибо огромное! Реально на вас сейчас равняется вся страна. Санкт-Петербург – главный политический город страны. Санкт-Петербург реально очень важен для нас, для нашего штаба, для нашей структуры. Я хочу сказать, что нужно жертвовать собой. Если мы хотим перемен, то сидя на диване или делая какие-то незначительные акции, мы ничего не сделаем. Никаких перемен не будет. Перемены будут только тогда, когда мы массово выйдем на улицу, когда мы будем не просто требовать, а когда мы будем менять власть путем демократической революции, путем стачек, путем митингов. Как угодно это назови, путем акции массово-гражданского сопротивления. Это ты должен сделать, ты должен выйти на прогулки, на пикеты, на митинги, на любые другие акции, которые проводят гражданские активисты. Без жертв ничего не получится. Это нужно осознавать. Так, приветствую вас, свободные люди России и всего мира. Я хочу вас ознакомить с краткой политической программой реформирования. Эта программа осуществима лишь когда соберется народное собрание. А когда она соберется, зависит от вас и от меня. Начинаем. Краткая программа. Основные положения. Первое. Народное собрание – это высшая власть на земле. Это закон. Имеет право собираться в любое время, в любом месте, в любой стране. Это закон. Руководить Народным собранием должен избранный Народным собранием штат Народного собрания. Первая задача – это выборы. Избрание новых руководителей государственной системы, президентов, глав и так далее. Вторая задача – реформирование старой государственной системы и создание новой государственной системы, подчиненной Народному собранию. Это закон. Теперь основные требования и условия реформирования. Первое. Создание свободных средств массовой информации. Они не должны подчиняться ни одной структуре государственной власти. Ни президенту, ни спецслужбам, ни корпорациям, ни олигархам. Должны быть полностью свободными и самостоятельными. Свобода слова и печати – это закон. Настоящие мужчины. Я дагестанец, да. Ну я такой же россиянин. Я обожаю моих, уважаю моих русских друзей. Татар, башкир, они мои братья. Я с ними вместе в бок о бок стоял на фронте. Но просто когда я слушаю, это говно по телевизору как-то говорят. Когда массовая информация врет и говорит, что Путин, заслуга Путина, там, Сирия, Абхазия. Он врет. Это его рейтинги делают искусственно на телевидении. Он уничтожает славянский народ. Он уничтожает кавказские народы. Он делает все, чтобы население России было бедным. А врет только подняли на 10 тысяч. Ты поднял на 10 тысяч зарплату или там сколько? На 11, мрот. А какие цены? Ты посмотри, какие цены. Или ты? Твои здесь ходят, видимо, себе показывают, что, мол, все хорошо. Где хорошо? Кладбищи переполнены. Ты посмотри, как кладбищи все. Все молодые парни там лежат. Полностью, во всей России, сколько катаюсь, везде кладбища, трупы лежат одни. Молодых пацанов, потому что им жизни нет. Это ты все сделал. Ты, Владимир Владимирович, со своей командой сделал так, что пол России умерла. Оставшую Россию ты хочешь еще за эти 6 лет добить. У тебя не получится это. Я старшина воздушно-десантных войск. Я это обращаюсь ко всем десантникам. Если вы меня слышите, где бы вы ни находились, если вы видите мое видео, сделайте так, чтобы оно пошло дальше. Будь со мной, что будет. Мне по барабану уже. Просто я хочу, чтобы вы, наконец-то, в России, у меня тоже есть дети. Я хочу, чтобы мои дети жили лучше меня, а не так, чтобы еще 6 лет они умирали. Обращайтесь ко всем десантникам, ко всем десантникам, спецназовцам, порядочным этим воинам, которые все-таки любят свою страну. Парни, давайте уберем этого человека с его команды. Уберем его, надоел уже. Путин, к жене иди. К жене оставь Россию в покое. Слава ВДВ. Путин, к жене иди.